Всем привет, это четвертый урок шкатулки полезностей от факультета рукоделия, в котором мы научимся соединять нити из двух мотков, так, чтобы это соединение было незаметным и Вам потом не нужно было тратить время на то, чтобы спрятать узелки на изнаночной стороне изделия. Такой способ соединения нитей подойдет для пряжи, у которой есть скрутка и в составе присутствуют волокна, чтобы их можно было распушить, например, пряжа из шерсти мериноса. Концы нити желательно оторвать, чтобы края не были ровными. Целиком у Вас вряд ли получится оторвать нить, а вот по частям это сделать проще. Разделите волокна нити примерно пополам и тогда у Вас все получится. От одной половины волокон отрываем совсем немного, а вот вторая половинка должна получиться намного короче первой. Со второй нитью поступаем точно так же. И на ней Вам нужно оторвать нити так, чтобы расстояние между кончиками половинок было примерно такое же, как и на первой нити. Теперь нам нужно распушить обе нити. Для этого возьмите щетку, у меня это щетка для ногтей, я думаю здесь подойдет и зубная щетка. Раскладываем ровно нить на столе и начинаем ее причесывать. В результате волокна должны стать рыхлыми и пушистыми. Примерно вот так они должны выглядеть. И теперь тоже самое проделываем со второй нитью. Когда оба конца будут готовы, складываем их друг с другом кончиками навстречу, так, чтобы длинные волокна одной нити совпадали с короткими волокнами другой. Таким образом нить в месте соединения будет ровной по толщине. Теперь нам понадобится немного воды, чтобы смочить ладони. Берем пучок ниток и кладем на ладонь, а дальше подкручивающими движениями только в одну сторону начинаем их соединять. Крутим до тех пор, пока толщина нити не сравняется. Если это необходимо, добавляем еще каплю воды на ладонь и продолжаем скручивать нить. В итоге нити хорошо соединились, можно продолжать вязать. Если пристально приглядываться, то эта скрутка не будет идеальна, как фабричная, но она достаточно ровная и надежная, и в вязании это соединение будет незаметно. А самое главное, на изнанке не будет узлов и потом не придется тратить время на то, чтобы их заправить. На сегодня урок окончен, надеюсь, что Вам были понятны мои объяснения. Встретимся в следующем занятии, следите за выходом новых роликов в Школе вязания Шкатулка полезностей от факультета рукоделия.